Какая птица каждый год плетет для своих птенцов теплые пуховые варежки? Какую безобидную змею можно спутать с ядовитой гадюкой? Как называется единственный национальный парк на территории Владимирского региона? И в каком заказнике на территории области можно встретить зубра? На все эти вопросы давали свои ответы школьники города Владимира. Зантаки встретились в музее природы. Сама атмосфера именно на этой игре очень прекрасна. То есть все команды сидят, общаются, более-менее отвечаем, конечно. Ну и были трудные вопросы, довольно простые. Эко-турнир проходил по аналогии с известной телепередачей «Своя игра». Командам предстояло выбрать категорию вопросов, каждая из которых предполагала пять заданий. Причем задание можно было выбрать такое, за которое давали от 5 до 25 баллов. Все зависело от степени сложности. И если все знали, о какой примете идет речь, когда ласточки низко летят над землей, то о том, что активация бобров в зимнее время – признак надвигающегося ледостава, вызвала у знатоков затруднения. Давайте ову подать клювы, давайте особо храним территорию. Давайте ову подать клювы, давайте особо храним территорию. Ну и другую территорию. Эко-зантаки узнали о том, что медведь у многих народов считался предком, поскольку его след напоминает человеческий. О том, что если под сосной гора шишек, то здесь явно кто-то проработал клювом. 35 вопросов, больше 30 новых знаний о природе. Подобные турниры носят не только образовательный характер, рассказывают организаторы, но и в целом вовлекают всех заинтересованных в тайный мир природы родного края. Мы считаем, дирекция особо охраняемых природных территорий, что если мы через такие игры, через интерактивные, доступные игры будем доносить интересно информацию о нашей природе, то дети будут совершенно по-другому относиться ко всему окружающему вокруг них. Подобные мероприятия такого плана у нас уже не первый год проходят совместно с дирекцией особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Мы с ними плодотворно сотрудничаем, проводим совместные исследования, совместные викторины, как сегодня, зимние маршрутные учеты проводим, животных по снегу. То есть это у нас давняя уже традиция, уже традиция сложилась такая. По итогам игры золото досталось 36-й школе. Второе и третье место поделили 35-е и 31-е школы соответственно. Деревянная медаль у школы номер 25. Лучшие из лучших получили футболки и тарелки с изображением зубра европейского. Организаторы намерены и дальше продолжать знакомить учащихся Владимира с миром природы.